В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. Ну и самое знаменательное событие, которое произошло за минувшие сутки, это победа израильской певицы Неты Барзилай на конкурсе «Евровидение». Победа довольно неожиданная, чего греха таить, то есть мы понимали, что борьба предстоит сложная. И тем приятнее вкусить радость победы. Итак, что же произошло на «Евровидении»? Об этом мы беседуем с музыкальным продюсером, поэтом, руководителем группы «Рабфак» и не только группы «Рабфак» Александром Еленом, который на связи с нашей студией из Москвы. Саш, добрый день. На «Евровидении» произошла удивительная вещь. Все мы видели, что после голосования профессиональных жюри, уж я не знаю, кто там в этих профессиональных жюри сидит, «Израиль» занимал третье место, а потом с ошеломляющим перевесом по голосованиям зрителям занял первое место. Это означает, что голос народа никогда не совпадает с голосом профессионалов, поэтому, в общем, меня можно не слушать, что произошло на «Евровидении». Я песню Неты Барзилай услышал сразу, как ее предъявили публике. Она совершенно замечательная, в ней шикарная совершенно мелодия, хук, все как положено, интересные мелодические ходы. И я считаю, что Нета победила совершенно заслуженно, оставила без денег целую индустрию похудения, потому что девушки с избыточным весом немедленно увидели, что они могут побеждать, что они могут быть интересной публике, и для этого совершенно необитательно унижать, уничтожать и мучить себя разными диетами. Надо радоваться такой, какая ты здесь. Скажите, ну хорошо, а вот на ваш взгляд, были, так сказать, вот текст песни, подача, форма подачи, тоже сыграла, так сказать, свою роль? Или только мелодия и обаяние вот этой вот пампушечки? Ну, в этой песне, в этом выступлении сошлись в прекрасном симбиозе очень много интересных элементов. Во-первых, песня с очевидным мелодическим пунктом. Во-вторых, сама Нета не отличается от всех остальных певиц, которые были на этом конкурсе. Понятно, чем. И прическа, и внешний вид, и то, как она делала глазками, все это было очень обаятельно, очень понятно множеству женщин, которые, то, что называется фигура И, там, 3Х+, или как, я не знаю, как это, 3ХЛ, как называется этот размер, но неважно, таких женщин очень много, и они совершенно не должны себя чувствовать ущемленными перед худышками и так далее. Поэтому такой образ оказался очень близким, и видите, как слушали, голосовали за Израиль практически. Саша, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, в чем причина такой громкой неудачи российской представительницы на Евровидении? То есть, чем это вызвано? Чисто профессиональным? Или все-таки, как сейчас пишут и говорят в российских средствах массовой информации, что это своеобразный заговор против России? Понимаете, Россия во всем видит политику. Там, где Евровидение, там никакой политики на самом деле нет. Конечно, есть люди, которые немножечко там подсыпают политическому перцу в песню, но это просто для того, чтобы заработать лишние упоминания, создать информационный повод. На самом деле, вот это вот постоянное подозрение, что результат Евровидения — это какая-то борьба между внутренними политическими силами, голосование за соседей. Короче, подозрение в том, что это какая-то политика, в результате сыграла с Россией злую шутку. И Россия таки, да, решила поиграть в политику и громко проиграла в политику, потому что послали невыдающуюся пирицу, прямо скажем. Мы хотели показать, что вот если мы пошлем инвалида, то попробуйте нашего инвалида обидеть. А если вы попробуете, то у нас будет прекрасный повод поговорить о русофобии. Но Евровидение кого только не видело на своей сцене, то, что в какой-то момент там появилась девушка на инвалидной коляске, ну, хорошо, но спой песню, покажи, что ты как бы настоящий артист, используй образ. Тем не менее, этого ничего не было, а ничего, кроме коляски, условно говоря, Россия не предъявила. Это ужасно, очень обидно за Юлю, потому что она вполне себе сносная профессиональная певица, невыдающаяся, но как бы у нее была своя карьера. Непонятно, для чего в ее карьеру надо было подсыпать эту ложку пьет. Спасибо. Спасибо большое, Александр Елин, музыкальный продюсер, поэт. Спасибо, что наше время побеседовали с нами. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Смотрите следующий айтем. Спасибо. 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 Спасибо.